Этот тест арены Breakout Infinite начался. Я поиграл в неё порядка 8 часов и решил таки записать небольшой видеообзор и поделиться с тобой своими впечатлениями и наблюдениями по поводу этой игры, а также рассказать тебе про потенциальный скандал, который сейчас может разгореться в сети интернет. И да, тут не обошлось без Тарка. Кстати, ты бы уже знал об этом скандале, если бы был подписан на мой телеграм-канал вот по этой замечательной ссылочке. Там все новости появляются быстрее всех и ты будешь в курсе первым обо всём и обо всём и обо всех. Итак, изначально я настроил себя на то, чтобы не сравнивать арену Breakout и Тарков, но сравнивать приходилось, ведь разработчики просто копировали core механики игры. В арене такой же лут, похожие квесты, очень похожий вид инвентаря, механики, лечения, короче, куча всего. Но что же меня ждало, когда я всё-таки попал в игру? Аркадный Тарков, причём максимально бездушный. При старте игры тебя буквально водят за ручку по меню. Кликай сюда, не забудь взять патрончики, не забудь покушать, собери своего персонажа вот так вот. С одной стороны, это вроде бы прикольно для новых игроков, которые не знакомы с жанром или вообще не знакомы с ПК играми в целом. Затем тебя отправляют в твой первый рейд. И да, в стартовом снаряжении отсутствует привычный в этом жанре защищённый подсумок. Потом мне его всё-таки, конечно, выдали, но в награде какого-то аналога боевого пропуска. И подсумок этот имеет таймер. 13 дней. Есть у меня подозрение, что это не просто так. А скорее всего, по аналогии с мобильной версией игры, подсумок вы себе будете покупать по подписке. Но вам ведь нравится наша игра. Плати деньги. Первый рейд оказался строго ПВЕ. Но мне в пати зачем-то закинули левого чувака, который оказался приятным на разговор французам. И потусил со мной по начальной локации. Если б можно было ему поставить лайк, прямо как ты сейчас ставишь лайк под это видео, я бы это сделал. Но вот другой вопрос. Зачем мне в рейде рандомные люди? Да, там при старте матчмейкинга есть галочка. Мелкая такая, неприметная. Выключить подбор игроков. Но почему она по дефолту включена, а не выключена? Вопрос хороший. В общем, прогулявшись по первой локации и поняв основные механики игры, которые мне не надо было особо понимать, потому что всё и так было знакомо, я зашёл в схрон и сидел с ощущением, что в игре есть прикольные фичи, которые очень хорошо вписались бы в Тарков. Например, после выхода из рейда у вас появляется карта локации с маршрутом, которую вы проделали в течение рейда. Где и кого убили, что полутали и вообще что делали. Так сказать, полный комбат лок. Выглядит эта штука достаточно интересно. Зарядка магазинов в рейде происходит тоже последовательно, а не мгновенно. И пока ваш персонаж заряжает магазин, вы можете закрыть меню и продолжить движение по маршруту, либо где-то спрятаться. И одна из самых прикольных штук, которая мне понравилась больше всего, это мгновенный возврат лута тиммейта, который ты ему вынес из рейда, если он погиб. Да, страховок тут нет пока что, возможно они появятся позже, а может быть будут одной из платных фичей. Как работает этот возврат? Если ваш тиммейт погиб и вы выносите ему его лут из рейда, ну как обычно это бывает, взяли там пушку, магазин и всё такое, в момент, когда вы из рейда выходите, этот лут сразу отправляется вашему тиммейту по игровой почте в его схрон. То есть он сразу может надеть на себя свой потерянный гир и вы снова отправляетесь в бой. Очень удобная штука. На этом, пожалуй, все оригинальные фичи, на мой взгляд, закончились. Вернёмся к тому, как я пытался играть в арену, не сравнивая её с Тарковым и смотреть на неё непредвзято. Мне, правда, этого очень хотелось, но делать это не получалось, ведь иногда, выполняя квесты на локации, мне буквально приходилось заходить полные клоны домов из Таркова. Что по оптимизации? ФПС в игре приятный. На моей системе было порядка 100-120 фпс, на высоких настройках графики в 2К разрешении. Сами локации, которых в бете доступно две, ферма и долина, не блещут проработкой. Ферма маленькая, прямая локация, долина уже побольше, есть перепады высот, снайперские позиции, но точек интереса не так уж много. По сути, на обеих картах главных точек интереса две, они всегда отмечены большим красным кругом. Там повышенный лут, ботов там больше и они сильнее. И там и происходят основные схватки. Спавны ЧВК на локации организованы по сути так же, как и в Таркове. Часть тресается с одной стороны локации, часть с другой, и выходы находятся на противоположной стороне карты. Но есть и дополнительные платные или ситуативные выходы. Один из таких выходов меня впечатлил. Жаль, что увидеть сам процесс выхода можно только со стороны. Это буквально взлетающий вертолет, который увозит вас в локации за три жетона убитых вами ЧВК. Но когда вы на нем улетаете, самого полета вы не видите. Посмотреть на это действие можно только глядя от третьего лица, то бишь со стороны. Правда вот спавны организованы настолько близко, что почти всегда после респа у вас файт. Чаще всего в этом файте помирает добрая половина ЧВК, если вы выжили в нем или миновали его. Дальше вы гуляете по локации почти не встречая сопротивления. Только боты и челоботы. Да, челоботы здесь тоже есть и ими тоже можно играть. У них и отдельная квестовая линейка своя. Но в процессе самого файта есть и эмоции, и какая-то тактика. В общем, перестрелки дарят ощущения, как и в Таркове. Когда они плотные, затяжные и интересные. Жаль, что за 8 часов таких у меня было всего 2 или 3. Также есть подобие барахолки, которая достаточно странно устроена, на мой взгляд. Есть моддинг оружия, который по факту точная копия моддинга из Таркова. Есть куча всякой снаряги и оружия. Есть даже АЕК и F2000. Но каждый раз, переходя по вкладкам меню из Хрона, ты видишь Тарков, но в другой обертке. И это меня напрягало. Ведь я все еще пытался не сравнивать Арену и Тарков. Как бы смешно это ни звучало, и конечно же, я нашел то, что их отличает максимально. Вся боевая система казуальная. Союзники у тебя подсвечиваются на карте. Кстати, да, там есть карта, на которой отмечается все. Точки, в которые тебе надо по заданиям. Союзники, зоны интереса с повышенным лутом. Можно ставить маркеры, которые также видят и члены вашей пати. И опять же, это все добавляет игре максимальной казуальности. Тиммейта тут убить нельзя. Для вас его рэгдолла будто не существует. В общем, все, чтобы игрок не испытывал дискомфорта, а просто открыл бутылочку пивка, включил вечером игру и сидел, так сказать, попукивая, убивал бутиков. А если закончатся деньги в игре от постоянных смертей от других игроков, купил их в игровом магазине и следом купил снарягу, которую захочется. И эта простота, судя по всему, и привлекает. Когда-то давно Тарков привлек игроков своей сложностью и хардкором. Но за 8 лет игроки, судя по всему, от этого устали. И вот эта простота сейчас их и привлекает. И вот это все подводит к тому, что эта игра найдет свою аудиторию. Отчасти потому, что она бесплатная. Отчасти потому, что она казуальная. Отчасти потому, что тарковчане любят и ненавидят Тарков одновременно. И поэтому эта игра, которая дает похожий и непохожий геймплей одновременно, может их привлечь. Конечно, я утрирую, но вся суть в том, что мы снова возвращаемся к тому, что это почти полная копипаста Таркова. Ну а уже после того, как я закончил стрим и сел записывать этот ролик, в сети появилась инфа, которая потенциально может разжечь скандал. Когда в руки игроков попал клиент игры, датамайнеры полезли разбирать его по запчастям, заглядывая куда можно и куда нельзя. И где-то там, среди всей этой истории, нашли код игры, который оказался нифига не оригинальным. А буквально, этот код украден у Таркова. И это уже чуть позже подтвердил Никита Буянов в своем твиттере. То есть буквально, в коде арены Breakout используются названия боссов из Таркова. Килы, штурмана, глухаря и даже обычных диких. А еще какие-то левые функции, которые в общем-то там не нужны и которые скорее всего появились в процессе конвертации кода с одного языка на другой. Вид движки у игр разный и соответственно язык тоже разный. У Unity это C-Sharp, у Unreal C++. И как бы, перенести код вроде не так-то и просто, но оказывается, что это возможно. Будет ли у этой истории дальнейшее продолжение? Ведь разработчики арены Breakout уже отреагировали также в своем твиттере на пост Никиты. И выложили картинку, которую вы сейчас видите у себя на экране, где будущие боссы из арены Breakout. И они написали типа, а кто такой Кила? Суть в том, что как бы разработчики арены Breakout не пытались подать свою игру под другим соусом, это все еще клон и просто банальная копипаста Таркова. Но мое мнение, что нельзя поддерживать воровство. Игровая индустрия и так находится в стагнации. Новых идей и поистине интересных игр все меньше. И если в какой-то момент господа из Поднебесной, глядя на пример арены Таркова, решат, что можно безнаказанно воровать фичи и выдавать их за свои, будет только хуже. Представьте себе условный Last of Us 3. В двух вариантах. Оригинальный и на следующий день полный ее копии. Но с другим нарративом, переделанным текстом, удаленными сценами, которые не подходят публике по мнению воров. И в дополнение какой-нибудь корявый порт на мобильные устройства. Если это прокатит, индустрия, скорее всего, полный пиздец. Потому что сейчас разработчики крупных тайтлов и так вынуждены чаще всего идти на поводу у издателей и инвесторов, жертвуя своей оригинальностью. А тех, кто будет сопротивляться при таком раскладе, Tencent просто купит. Денег у них хватит. Но, как говорится, не слушайте говорящие головы в интернете. Мы всего лишь высказываем свое мнение. Я высказал вам свое. А играть в эту игру или нет, решать уже вам. Я, как обычно, постараюсь держать вас в курсе всего, что происходит в своем телеграм-канале и в следующих видео. Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайк. И мы с вами обязательно увидимся в комментариях. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok